Ну что, ребятки, большое вам всем привет! Сегодня мы с вами немножко поиграем на моём, получается, основном аккаунте и будем продолжать пододвигаться к нашему элитному испытанию. Сегодня мы с вами пройдём второй этап, посмотрим, что из этого дела получится, ну и надеюсь, что выпуск в целом выйдет годным. Большое спасибо всем тем, кто сразу же ставит лайк, приятного всем аппетита, кто кушает, ну а мы, собственно, полетели. Первая попыточка у нас бесплатная, насколько я понимаю, здесь у нас также будет драфт, я, возможно, путаю, но в любом случае сейчас глянем. На всякий пожарный у меня моя основная дека стоит, которым можно было бы поиграть, ну и, в принципе, полетели. Сейчас будем смотреть, ребята, на всё про всё испытания, получается, и да, нам колода предоставляется, именно продолжение из темы, когда тебе дают колоду ютубера. Ну окей, ушки, сейчас, ребята, глянем, что вообще в целом из всего этого дела выйдет. Надеюсь, то, что мы протащим. Так, тихо-тихо-тихо, братик, лови тогда ещё и фаербол, да куча. Оба-на, вот это вот, ребята, я считаю, офигенно, ой-ой-ой, по-моему, это очень крутой пуш сейчас наклёвывается. Я, конечно, могу ошибаться, но что-то из этой серии обязано просто выйти. Так, дровосек, если он хотя бы даст, ну, 2-3 тычки, то я буду доволен. Ну, ладно, одна так одна. В принципе, тоже, ребята, покатит. Смотрите, запы, мега-миньоны, то есть, таким образом, ни одной тычки от него мы не пропускаем. Всё как бы здорово и круто, и после всего этого, ребята, я бы, на самом деле, подготовил связку Хок плюс Стражики, но не факт, что она зайдёт, поэтому не до конца я уверен в этой связке. Но, опять же, попробовать можно. Стоп, погодите, давайте я сделаю вот так вот тогда. Так, сейчас будем тактиковать, пацаны. Всё нормально. Ага, Спарч. Со стороны пацана нашего противника, именно Спарки, да, погнала. Лады, я понял. Тогда накидаем здесь... Ой. Ракета. На дракончика. Серьёзно. Так, ладно. Фигачим тогда, друзья, мою мини-пеку здесь вот такую вот. Далее я накидываю Стражиков ещё. Вот так. И после этого готовлю Кабана. Опа. Вот сейчас вот, ребята, походу, будет пуш. Мне, к сожалению, вообще нечем продефать именно гоблинов, но... Но ему, походу, больше нечем продефать моего Хока с мини-пекой. Ребята, ребя... Ребята. Да ладно. Неужели? Подожди-ка. Это... Это трёшка? Стоп. Запаем. Тихо. Я запнул. Дровосек. Фигачит. Дровосек. Почти. Ребята, вы видели, сколько урона мы вообще здесь накинули? Обалдеть можно. Так, лады. Океюшки. Вот эта вот тема мне уже нравится. Так, секундочку. Хога мы вроде как дефаем. Проблемы с этим делом у нас нет. Но вот мегамуха, конечно, немножко дэмэджи набросит. Я вам тогда, ребят, предлагаю тут набросить стражиков. Вот таким вот образом. Далее мы беспалевно зафигачим Хога. И я, ребят, готовлю фаербол. Всё. Это чистая победа. Я не знаю, ребят, как вам, но мне катыч. Вот этот вот зашёл. Просто спарки. Лол, просто спарки. И вы, пацаны, реально в колоде была спарки. Вот это вот забавно на самом деле. Так, у нас, хотя параллельно со всем этим добром выполняется квест. Поэтому это очень здорово. Так, первая победа есть. Нужно ещё, ребята, забабахать 5 штук. Погнали. Надеюсь, что это испытание мы, в принципе... Не, ну, в теории мы как бы можно пройти без единого поражения. Но нужно будет немного-таки постараться. Попытаемся. Тут как бы это... Вопросов, надеюсь, не возникнет. Так, пацаны, ставим вот такой вот коллектор. Потому что уже натыкались на случай... Ух ты. Когда у пацанов были ракеты. Так, пока всё вроде неплохо. Травим слева. Сами добыва... Чё? Эм... Во-первых, у него, походу, такая же дека, как у нас. Во-вторых, похоже, он дебил. Да, друзья, это абсолютно идентичная колода. Самое, что забавное. И сейчас будет жёстко. И знаете, что самое приятное? Пацан сейчас будет довольно нифигово выгребать. Прилетел мега-рыцарь у нас в помощь. Мы, друзья мои, готовим дракончика. И вы даже не представляете, насколько жёсткий пуш с левой стороны сейчас будет. Это просто мясо. Походу, ребята, это минус пацан просто моменталочкой. Я могу, конечно же, ошибаться, но... По-моему, я не ошибаюсь. Да. Это трёшка. Чистая, безоговорочная. Лол. Блин. Ну, всегда бы так, серьёзно. Вот это вот мне нравится. Вот такие вот каточки мне нравятся. Не, ну а чё пацан взял? Активировал центральную вышку. Взял. Хреновый пуш забацан. Нормально чё, хорош. Слушайте, чё-то какая-то мега-быстрая трёшечка на самом деле подъехала. Не, ну я доволен. Пожалуйста, если так дальше всё, ребята, будет продолжаться, то я... Буду только за. Плюс наша именно голдишка. И мы, ребята, идём в next каточку продолжать фигачить. Потому что пока всё идёт неплохо, и нужно просто в том же темпе фигачить. Давайте. Давайте, ребят, стараться, пока меня вся эта тема устраивает. Опять же, это дек. Вы просто заметьте, ребят, я играл на прошлом испытании. Естественно, что пройти в это испытание нужно было поиграть на прошлом. И играю сейчас вот этот вот трай. Абсолютно. Просто абсолютно идентичные колоды. Вообще. Это ж как-то, ну, блин, не камильфо, вам не кажется? Реально, деки постоянно одни и те же. Нет такого, чтобы попадались какие-то, ну, что ли, немножко другие колоды, что ли. Нет, они постоянно, считай, одни и те же. И это как-то, ну... Это как-то так себе, правда. Я-то, если честно, думал, что в этом испытании колод будет, ну, правда, побольше. А тут их, ну, сколько? Их тут можно по пальцам одной руки пересчитать. То есть, ну, действительно, 5, 6, ну, 4. От 4 до 6 колод тут имеется. И мне кажется, что это как-то, ну, не очень. Ой, кстати, офигенный поезд. Я просто думал, что сейчас бойлер уйдет из поезда. Но нет, он по-прежнему в нем продолжает стоять. Вот только сейчас он с него текнул. И, в принципе, нормально. Я считаю, очень даже неплохо. Так, пушка подъехала? Да, отлично. Она носит урон. И это, ребят, самое главное. Так, смотрите, пацаны, девчата. Что мы сейчас с вами будем делать? Нам нужно допушить правый тауэр. Ух ты, 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 лол. Сколько ж тут губльнов. Так, мы прозапали все вот это вот дело. Накинули справа шахту. Ай-яй-яй-яй, мыши живите. Мыши, пожалуйста, отлично, ребята. Мыши живут. И все. Вот такие вот пуши. И были нужны. Охренительно. Все, пацан, вышку ты нам отдаешь. Это, ребята, здорово. Это четко. Вышку мы забрали. И пока живем. Очень даже ничего. Мне пока добавить-то больше, в принципе, нечего. Все действительно круто. Сейчас какая наша задача? Дождаться печь. Принять ее. И что-нибудь вот из этого будет уже, я думаю, получаться неплохое. Эмммм. Ладно. Окей. Так, мы все ведь это тоже принимаем. Надеюсь, да. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Я запну, запну. Ну нафиг эти гублинов. Они, ребята, могут на самом деле и урона набросить такого нефигового. Я вам предлагаю, хотел сказать я, идти на правый тауру. Но что-то пока, на самом деле, до этого нам вообще дела нет. Потому что тут справа он постоянно что-то нас пугает. Может, я, по-моему, предлагаю справа тогда накидывать юнитов, чтобы они дефали все его атаки. Ну и как бы получится вроде неплохо в целом. Набрасываем огромное количество мелочей. Вы просто посмотрите, действительно, сколько всякой мелочуги у нас тут накинуто. Ну и, по идее, все. Да, ребята, это еще одна трешка. Заметьте, все катки, что мы сегодня отыгрываем. По-моему, мы сделали три трешки подряд. Если я ничего не путаю, это офигенно, друзья. Это просто топич. Так, плюс еще один в квест. И дофармлен королевский сундук, ребят. Давайте откроем, посмотрим, что внутри. Не, ну пока меня все устраивает. Слушайте, по ходу к элитному испытанию мы очень-таки уверенно двигаем. Так, здесь у нас, ну, такое. Не сказать, что прям какой-то мега офигенный сундук. Ну, нормальный. Самый, наверное, что у него есть обычный. Поэтому мы его открыли и едем дальше. Вот знаете, что у меня именно в плане идеи? Реально попробовать пройти тупо с нулью. С нулью. С нулям. С нулям. Короче, без единого поражения. Да, ребята. Если бы у нас это сделать получилось, мне кажется, было бы просто офигенно. Поэтому я попробую. Я, ребят, попробую. Я приложу все усилия для этого дела. И надеюсь, что хоть что-нибудь у меня получится. Шахтер, братик, прими, пожалуйста, урон. Ну, хоть так. Спасибо и на этом. Ладно, окей. Так, мушкетер у нас там вроде как, ну, более-менее фигачит. Так, 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 так. Так, тут надо будет забабахать, ребят, стрелы вот такие вот пойдут они. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пока все очень странно. Ледяной дух слева. Друзья, пока что-то как-то не сказать, что мы дамажим. Типа, больше, наверное, отхватываем сами, чем дамажим. Ну, ладно. Я надеюсь, что эта вся тема очень временная. И в ближайшем будущем дамажить мы начнем. Потому что если мы так и не будем дамажить, это будет крайне печально. Так, окей-юшки. Я пока тут сижу, выжидаю, как говорится, момента подходящего. И, наверное, я бы забабахал, если честно, в идеале вот так вот. То есть, посмотрел бы, что получится из всего этого дела. Но, опять же, не факт, что выйдет прям что-то мега-мега годное. В идеале, если честно, слева дать валичку, а справа дать ледяного голема. То есть, чтобы он просто немножко потанчил урон от ночной ведьмы. То есть, да, плюс-минус вот так вот, чтобы все это выглядело. Вы гляньте, у противника просто идентичные деки. Стоп, погодите. Не, в прошлом бою колоды у нас были разные с противниками. Я просто секундочку, правда, подумал, что это зеркальное испытание. И у пацанов тут точно такие же колоды. И был уже готов этому немножко удивляться, если честно. Но не, тут вроде как, ну, про это, про это, по крайней мере, ничего не говорили. Все, короче, нормально, ребята. Тут по колодам все, все в порядке. Вроде как должно, должно быть. Ну, должно ведь, не обязано. Не, 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 разные. Тут попадались разные деки. Да, однозначно. Но почему-то это так часто одинаковые. Ответ прост. Потому что в этом испытании всего где-то 4 колода. Офигенно. Ладно, окей, ушки. Так, ребята, смотрите. Я вам, надо, наверное, вот именно все-таки левый тауэр пушить. Я вам предлагаю именно его и пропушировать. Потому что пока дела идут очень непонятно. Мы что-то типа дамажим, но при этом мы не дамажим. Все, короче, мега странно, пацаны, девчонки. И правда, мне, если честно, не нравится, как пока все протекает. Потому что, ну, не пахнет. Не пахнет эта каточка. Прямо-таки, знаете, победой. Я не могу сказать то, что да, ребята, эту каточку мы стопудово втащим. Вообще очень-очень странно все пока протекает. Хрен, что можно добавить по поводу этого каточа. Так, я вам предлагаю, ребят, справа накинуть. Оп, стоп. Я думал, ночная пойдет направо. Офигенно. Вот это вот вышло здорово. Вот это вот вышло кошерно. Так, пушка. Пожалуйста, станкуй. Пушка, ну, такое. Вроде как и станчило урон, но не сказать, что прям мега здорово. Нам нужны, ребят, мушкетеры тогда слева. Вот такие вот, я думаю. Погнал тогда ледяной голем. У нас здесь еще до кучи. Тихо-тихо-тихо. Ой, сейчас шахтера, ребята, расфигачим. Будь здоров. Ой, шахтера сейчас расфигачим. Так, погнала Валька. Это, по идее, годный пуш. Сейчас он, наверное, своими, да-да-да, своими тремя мушкетерами встречает. Стрелы, 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 стрелы. Залетите, пожалуйста, быстрее. Он тоже стрел дает опасно. Так, нормально. Вырубаем. Его мушкетера забираем. Да, забираем четко. Да капец. Я дамажу пацану две вышки подряд. Вы понимаете, что нифига хорошего из этого дела у нас явно не получится. Но елки-иголки, серьезно. Нифига же хорошего не выйдет, когда так получается. Вообще никогда ничего хорошего не выходит, если ты так плюс-минус всегда делаешь. Так, три мушкетера. Нам, опять же, нужно на мозг закинуть. Но если он набросит сейчас Вальку... Отлично, Вальку он криво дал, ребята. Это тупо наш шанс, наш реально годный-годный Варик и тупо ченс. Фигачим, ребята. Погнали стрелы. Стрелы, стрелы, стрелы. Успел? Успел. Да, шикардос. Шикардос Валька. Ай-яй-яй, Валька не совсем так танкует, как хотелось бы. Тихо-тихо-тихо пытаемся. Опа, Валька вотнулась. Да, ребят, Валька вотнулась в вышку. Фигачим ледяной. Ледяной погнал. Шахтер. Шахтер, ребята, перестал вовремя дамажить. Слушайте. Я не понимаю. Я, правда, друзья мои, действительно по максимуму просто не понимаю, что тут творится. Потому что происходит тут полный кирдык. Именно Валька нам тут нужна. Тихо. Отлично. Принимаем. Шахтера, можно побыстрее забрать? Спасибо. Отлично. Шахтеры, ребята, зафигачили. Пушка. Погнала пушка. Слушайте, насколько реально потный махач. Это ж кирдык просто полный. Погнал шахтер. Нужно дэмэдж накидывать шахтерам, я думаю, по фасту. По фасту, по фасту, по фасту, по фасту, по фасту. Ребята, тихо, 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 тихо. Осторожно. Погнали стрелы до кучи. Немножко дэмэджа. Немножко дэмэджа. Шикардос. Разбираем. Неприятно. Неприятно. Живем. Хотя бы одну тучку. Мушкетер. Одну. Да. Да, черт возьми. Фух, ребята. Вот это вот на самом деле каточка была очень, правда, очень потная. Но мы все-таки ее вытащили. Плюс, опять же, один в квест. Плюс победа. И за это нам... Сколько? Два кода голды? У нас здесь был. Вот. Вот именно он. Это правда именно он и был. Кирдык. Ладно. Окей. Колода какого-то Vivo Esparque. Или что? Я что-то немножко не понял, что там было написано. Ну, в общем, ладно. Сейчас попробуем зафигачить. И, кстати, у противника сейчас такая дека, которая была у нас с прошлым оппонентом в той каточке. То есть она абсолютно идентичная. Так, давайте зафигачим тогда гоблинов. Я не знаю. Надо ракету, наверное, дать, ребята. Блин. Все как-то печально. Лол. Я не могу наносить урон, пацану. Лол. Лололололол, пацаны. Что-то как-то все реально грустно. Мы огребли. Сами урон не выдали. Да и вообще все как-то не особо хорошо. Ладно. Окейушки, бывает. Нам сейчас в идеале, чтобы он по одной стороне накинул трех мушкетеров. Ну, ладно. Окей, допустим. Далее мы зафигачим тогда тут Спарки. Спарки. Слева нам бы в идеале ледяного голема набросить. Смотрите. Вот, не успел. Немножко, ребята, я не успел. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Спарки, живи, пожалуйста. Успела? Да, отлично. Спарки у нас, ребята, выживает. Что-то, если честно, мне кажется, это немножко не та колода, с помощью которой можно было бы вытащить этот катетч. Пацаны, мы не вытащим этот бой, серьезно. Я просто, правда, я маленько не понимаю, что я должен делать, чтобы успешно контрить трех мушкетеров и при этом наносить дэмэдж. Правда. Если честно, вот в этом моменте я, ну, чё-то как-то чуть-чуть потерян, потому что я смотрю, я реально не понимаю, хоть ты лопни, хоть ты тресни, что мне делать для того, чтобы фигачить противника. Так, ребята, гоу сделаем, наверное, вот таким вот образом. Если что, то ракета против трех мушкетов у меня готова. Такие пойдут, интересно? Бро, давай. Я понял, ладно, окей. Если бы он, допустим, с... Слушайте, хороший урон, объективно говорю, реально. Так, погоди-ка. Погоди-ка, погоди-ка. Спарч, фигач. Спарки, ну, такой себе выстрел сделал. Ладно, пойдет. Так, самое главное, ночную забрать. Отлично, живем, ребята, шикарно. Если мы с вами будем продолжать вот такие вот прям пуши хорошие мутить, то будет шикарно. Так, ага, понял. Спасибо, бро. Спасибо, реально огромное. Офигенная ракета, да, ведь? Мы всех забираем? Не, помпом промазал. Да, по одному шкетеру я, ребята, все-таки промазал. Есть такой косяк за мной. Так, зап-запыч. Отлично, зап-запыч лег. Тихонько. Справа гоблинсы тогда погнали. Нормально, живем. Слева мы дефаем шаг. Слушайте, а это реально, походу, катка, которую в целом более чем реально вытащить. Погнали. Погнали. Справа еще кабана фигачим. Стопэ, 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 стопэ. А, стрелы, точно. У него же были стрелы, елки-палки. Я, ребята, про них просто забыл вообще конкретно. Так, погнали гоблины. Погнала вот эта вот тема. Мега-муха, мега-муха, мега-муха. Так, тихо. Ледяной, ледяной. Успел? Да, успел. Шикарно. Так, пацаны. Момент, момент. Слушайте, вот это вот на самом деле уже потненько. Ну и вроде все, да? Три, два, один. Да. Да, ребят, победа. Фух. Что-то, если честно, под конец какие-то реально потные каточи идут. Но шансы сделать 6-0. Они просто у нас все. Мы, кстати, зафигачили, ребята, квест. Давайте заберем нашу награду. Но этот квест у нас не делается, к сожалению. Ну ладно, по делу тут... По делу тут нам нечего. Так, давайте накинем пацанам карты. Квест мы, конечно, сейчас навряд ли выполним таким образом. Но в любом случае, я думаю, получится неплохо. И погнали, я надеюсь, в ласт бой. Друзья, если мы реально сделаем 6-0, это будет круто. В принципе, выпала нам сейчас довольно неплохая дека. Поэтому затащить шанс есть, друзья мои. Давайте просто сделаем все для того, чтобы выиграть. Братан, у меня есть ракета. Может быть, начнешь с чего-то годного? Я бы ракеты вообще с удовольствием зафигачил. Так, ладно. Тут просто... Ай-яй-яй. Вот это вот нехорошо. Ой-ой-ой. Вот это вот вышло, если честно, не особо гуд. Горь, ребят, справа попробуем пушануть. Я не знаю, что получится из этого пуша справа у нас. Но шанс что-нибудь годное прям забабахать. Мне кажется, он однозначно имеется. Ух ты. Ребята, если честно, пока все идет как-то немножко непонятно. Скажу вам так, но радует. Знаете, что? Мы набросили урон. Это прекрасно. То, что, ребята, мы нанесли дэмэдж, это просто офигительно. Так, знаете, какое у меня есть к вам предложение? Так, сделать вот таким вот образом успел? Да. Если честно, он уже напрягается этим поизоном. Ну, чуть-чуть. Я не буду говорить, что капец он меня бесит, но поизон немножко напрягает. Это правда. Так, справа, если что, вышку мы дамажим. Это четко. И я вам, пацаны, предлагаю справа или слева? Давайте, да. Все-таки мы справа, ребят, ставим еще одну, уже получается, вторую по счету печь. Набрасываем тут боулера. Ой-ой-ой, а мы не успеем, да? Мы уже, если честно, не особо идеально успеваем. Но самое главное, что хоть как-то плюс-минус успели. Боулер идет. Позади его прикрывают огненные духи. По-моему, все идеально. Смотрите. Хоп. Хоп. Все. Минус мыши. Шикарно. Боулер. Ну, минимум две тычки, ребят, должен выдать, да? Да. Отлично. Две тычки. А почему? Кто-нибудь может объяснить? А, не, на самом деле он неплохо поступил. Я хотел спросить, почему он, типа, начал дамажить печь, что уже почти заканчивалось и седьмого уровня? Ну, нет. В целом он сделал норму, на самом деле. В целом пацан поступил нормально. Но знаете, что он именно в плане ошибки допустил? Он, друзья мои, уже потратил свой поезд. То есть, ему теперь фигачить толком-то и нечем. И это для нас просто офигительно. Так, нам нужно, ребята, зафигачить банду гоблинов, чтобы забрать у него громоверса вот таким вот макаром. Ну, и, в принципе, все, я считаю. Это победа, это у нас ГГВП. Я не знаю, ребят, что тут... Ой, немножко... Вот плохо то, что бревно не докинуло. Можно было бы бревном изи добрать тауру уже сразу же справа. Но я сфейлил. Я тут, малеха, ребята, налажал, так сказать. Слушайте, есть, знаете, какая идея топовая? Две бочки. Что вы об этом думаете? Хватило бы элика на все это дело? А так шикарно, мне кажется. Да, смотрите. Две бочки зафигачилось. И, по идее, все. Просто офигительно урон проходит. Сразу же кидаем бревно здесь. Добираем пацану тауру справа. Немножко урона справа сами получаем. Но в целом-то ничего страшного. Можно зафигачить тогда вот такую вот вышибалу. Я наброшу тогда, ребята, вот такую вот бочку здесь. Смотрите, боулер добивает. Ну, почти, почти, окей. В целом, это было близко. И мы почти забрали всю эту дичь. Все, друзья мои. Это, считай, победа. Слева он на вышку забирает. Но как бы все. Максимум, что он может сделать, это забрать нам одну башню. Но в это самое время мы забрали уже две. И все, ребята. Это просто чистой воды наша победа. Короче, пацаны. Как мы и хотели. Как мы и задумывали. И как мы и планировали. 6-0. Я думаю то, что огромное количество людей прошли это испытание. Со мной также 6-0. Потому что оно было довольно простенькое. В целом, решен рандом. Я не спорю. То есть, зависит от того, какая колода тебе попадется. Но, если честно, вот этот вот отборочный тур в этом испытании. Не сказать, что он был каким-то жестким. Но самое главное, друзья. Что мы с вами разблокировали элитные испытания. И именно сегодня на стримасике мы попробуем его пройти. Поэтому, ребят, большое спасибо всем за просмотр. Я желаю вам удачи. Тащите гадки, проходите все эти испытания отборочные и прочее-прочее. И пусть, как говорится, у вас у всех все будет гуд. Всем удачи, друзья. И давайте. Пока-пока.